Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Ииии всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру Барвиха РП Мобайл! Ну а перед тем, как мы начнем, я конечно же хотел показать комментарии ребят из прошлого видео. Это они! Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий, и тогда ты обязательно попадешь в мое следующее видео. В общем, что, дорогие друзья, как сегодня вы могли понять по ролику, сегодня я буду продолжать прокачивать свой Мерс С600. Как помните, в прошлом ролике я, получается, сделал ему небольшой тюнинг, сделал его белого цвета и, получается, сделал желтые фары. И, конечно же, затонировал. Больше ничего особенного там нельзя было сделать, и сегодня мы будем его прокачивать именно технически, характерически, а именно сделаем ему чип-тюнинг. Поэтому сейчас мы с вами будем продолжать путь свой до детейлинг-центра. Точнее, не до детейлинг-центра, а до чип-тюнинга. Он, кстати, находится не так уж далеко, а в пределах этого города. Получается... А, одна улица вверх, и все, я уже там. О, прикольно, нормально, все, поехали. Сейчас посмотрим, что будет вообще и как. Давайте продолжим наше движение. Тут какие-то вот люди катаются на Nissan Leaf. Кстати, тоже прикольненькая тачка, но будем продолжать делать движение по другому месту. И будем ехать, собственно говоря, вот тут. И сейчас поедем к детейлинг-центру. Давайте вот сейчас продолжим вот так, и вот тут повернем. Поэтому, дорогие друзья, если вы захотите поиграть со мной в эту прекрасную игру, а именно Barvich Air P-Mobile, то нужно всего лишь, чтобы это сделать, нужно перейти по ссылочке в описании и скачать Barvich, собственно говоря, себе на компьютер. И на телефон, точнее, я перепутал себе на телефон. И после чего вы сможете с легкостью поиграть в нее. Если что, я играю на четвертом сервере Восточный. Получается, собственно говоря, заходите на четвертый Восточный сервер, и там, собственно говоря, буду играть я. И вы на него тоже заходите. Игра тянет абсолютно любой телефон, хоть у тебя Android, хоть у тебя, не знаю, Meizu, хоть Samsung. Абсолютно. Просто качай, пробуй и наслаждайся игрой. А также хочу рассказать о том, что у меня есть свой промокод, который вам подарит 150 тысяч на свой баланс. Чтобы его активировать, нужно, получается, в чатике нажать на слэш, а потом мм, написать в чат, вот так, и у вас откроется меню игрока. И вот тут нужно будет открыть вкладку промокода. Когда у вас эта вкладка откроется, у вас будет еще выбор несколько функций. И вы выбираете промокод от ютубера. И вот тут вам нужно будет ввести свою почту, а после чего ввести мой промокод хэштег личи. И вот так вот сделать, вот так вот. И все, когда вы введете, вы получите реально 150 тысяч на свой баланс. Поэтому пробуйте, качайте, реально игрушка топовая, и можно реально побаловаться. И так прикольно. Поэтому давайте, собственно говоря, заезжаем вот сюда в чип-тюнинг, и будем его сейчас прокачивать. Так, посмотрим, что у нас тут есть из чиповки. Чиповка у нас есть двигателя. На сколько уровней? Она, получается, два уровня. Ого, сколько она стоит? Это что? Нифига себе. Получается, она такая дорогая. Она стоит сколько? Ого-го-шеньки! Миллион рублей, дорогие друзья, стоит чиповка, получается, просто тачки. Ну, давайте потратим деньги, я не знаю, пятый уровень, попробуем это улучшение прокачать. Посмотрим, сколько двигатель. Двигатель первый уровень стоит, чиповка 50 тысяч, потом 200, потом 400, а потом 700 тысяч и миллион 100. Ребята, это просто жесть. Это просто жесть. Давайте пока прокачаем на 10 тысяч рублей, или сколько это? На 100 тысяч, да, получается, или сколько это? 10 тысяч, 100 тысяч, давайте, у вас уже установлен данный чип, подождите, серьезно? Ну, давайте за 50 тысяч тогда установим вот такой вот. Это первый уровень, 50 тысяч, пипец. Ну, ладно, мы прокачали двигатель практически, ну, на среднем, на среднем максимуме. Теперь еще его можно прокачать, получается, ну, его можно прокачать на миллион 100, но это реально дорого. Посмотрим, думаю, это сделано в следующем ролике. Пока что давайте сделаем хотя бы первоначальный и посмотрим, что вообще почем, хоккей с мячом. Так, этот чип-тюнинг у меня уже установлен. Это первая базовая версия. Давайте покупаем тормоза за 25 тысяч. Это тормоза первого уровня, они улучшают и качество торможения. А самые дорогие тормоза стоят 850 тысяч. Пятый уровень, жесть, это нужно очень много лямов, чтобы все это сделать. Так, шины. Давайте шины тоже не будем особо париться. Сделаем первый уровень за 25 тысяч и пойдем дальше. Единственное, что я прокачал чип просто на максимуме. Она должна стать пошустрее, реально. Турбонаддув. Турбонаддув тоже миллион стоит. Она улучшает скорость, сделает машину просто бешеной. Но давайте пока прокачаем только первый уровень. Потом продолжим дальше. Что еще у нас тут есть? Трансмиссия. Трансмиссия у нас первого уровня. Стоит тысяча рублей, ну ты... А, сколько получается? Тысяча? А, 10 тысяч. Ну давайте прокачим на 40 тысяч и посмотрим, что вообще будет. Так, в принципе, у нас уже вышел тюнинг сегодня. Она где-то на полтора миллиона. Давайте, в принципе, проверим, как теперь машина стала ездить. Шустрее, не шустрее. Ну, кстати, да. Она стала ездить шустрее, но я бы не сказал, что прям это шик блеск. Но чувствуется прям то, что она стала какая-то такая бодрая, резкая. И прям вот... На самом деле, опа, я поймал какой-то светофор. Я не знаю, что это... Нарушение, повышение скорости 100 километров. С чего это? Офигеть, реально. Ну-ка, давайте попробуем проехаться. И посмотрю, сколько она теперь будет максимум ехать. Ну, уже чувствуется, что она быстрее набирает скорость. Как-то резвее она стала. И как-то вот реально пободрее. Машину уже потихоньку реально начинаем приводить в чувство. Но я думаю, что это не последний уровень прокачки. А, мы доезжаем до стопа. Тут понятно. Тут у нас получается какая-то военная часть или что-то такое. Ладно, лучше туда не соваться. Поедем обратно и попробуем прокатиться по другим местам. К примеру, давайте посмотрим, что у нас тут вообще есть. В GPS. Может быть, мы можем еще какой-нибудь тюнинг сделать. Так, автосалон и автосервис. Так, шиномонтаж. Шиномонтаж, он находится прям далеко. Детейлинг-центр. Так, детейлинг-центр. Это 2.600 мы там были. Покрасочная. Развал, собственно говоря. Но это где вообще? Это очень далеко, да, наверное, находится? Так, давайте взглянем, где это, где это, где это, где это. Но, скорее всего, где-то там же, в этих местах, да? В 100 лет далеко. Ого! Кстати, я тоже неплохо так далеко уехал. А, детейлинг-центр находится... А, вот он где. Он находится где? А, получается, автосалон Жукмуковского. Или как-то так. Ну, короче, в первом городе. Ну, ладно. Я думаю, что это... О, 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 о. А что он делает? Что он творит? Чувак, что он вообще делает? Вообще, что ли? Совсем или что? Берет мою машину, бьет? Ты что? Ты зачем машину бьешь? Алло, друг. Вообще, какой-то странный, абсолютно, игрок. Просто взял, начал ломать мою машину. Я не знаю, что ему нужно. Но, видимо, у него сломалась машина и не может никуда поехать. Или, я не знаю, видимо, решил просто до меня докопаться. Посмотрите. Но это странно, странно, странно. Ну, ладно, давайте проследуем тоже. Он мне сломал, получается, дверь. Ну, конечно, неприятный тип. Ну, я не знаю. Вот сейчас, кстати, попробуем обогнать семерку. У нас получится или нет? На старом Мерсе обогнать... Ну, кстати, у него, смотрите, у него семерка-то прокачана. У него семерка прокачана. И мы, как будто, ее не можем достигнуть. Ну-ка, 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 ну-ка. Можем ли его затаранить? Оу, ноу-ноу-ноу-ноу-ноу. Не смогли. У него реально очень хорошее управление. И с ним пришлось бы тяжело соревноваться. Блин, очень даже как-то стыдно, что ли, что семерка смогла удрать от Мерседеса. Но давайте возьмем на вооружение то, что Мерседес у нас не особо прокачан. И это, наверное, в принципе, ее минус, собственно говоря. Ну, ладно. Это не так уж и плохо. Это не так уж и важно. Кстати, нужно посмотреть, у нас есть ли ремкомплект, чтобы починить машину. А то у нас реально в каком-то сломанном состоянии. Ремкомплект у нас только один. Так, мы его уже купили. Но теперь нужно купить еще один. Да, надо попробовать еще один купить. Потому что в запасе у нас ничего не остается. Так, давайте выйдем из машины. И нажмем на ЛК, чтобы закрыть ее. Чтобы к нам вот этот парень не забрался в машину. И проследуем. Оу, какой тут крутой магазин. Какая крутая заправка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте покупим набор инструментов. Вот теперь их будем покупать. Три, четыре, пять. Вот. Сколько поместилось в рюкзак. Столько и покупаем. Теперь дальше. Давайте выходим. Ого, как красиво уже этот день. А нет, ночь. Реально, чувак, что-то ему, видимо, скучно. Ему, видимо, нечем заняться. И решил до меня как-то докопаться. Ну, ладно. Это бывает такое с игроками. Но я думаю, что такое, в принципе, лечится. Я думаю, что на такого игрока не стоит особо обращать внимание. Пускай он едет своей дорогой. И будем с вами кататься. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Сегодня мы прокачали, получается, двигатель. И, получается, некоторые тоже характеристики до первого уровня. Сделали чип тюнинг, получается, на миллион рублей. Самый последний. А остальные качества двигателя мы прокачали совсем чуть-чуть. Что хочу сказать. В следующем видосе я хочу обязательно сделать новые диски и развал. Будем потихонечку заниматься этим Mercedes S600, потому что он мне, ну, реально нравится. И тачка безумно клевая, прикольная. Поэтому обязательно, ребят, подписывайтесь на канал, если это впервые. Ставьте пальчики вверх, пишите свои крутые комментарии. А также обязательно заходите на Барвиху и поиграйте вместе со мной. Игрушка реально клевая и достойна внимания. Поэтому, ребята, обязательно. А кодовое слово в этом ролике, пускай будет салон. Все, кто напишет слово салон, обязательно попадут в мое следующее видео. С вами был Личи и всем до скорых встреч.